Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичин. Сегодня будет видео о вышивальных итогах апреля 2023 года. Как обычно будут все составляющие этого видео, посмотрим на финиши, продвижение процессов. Также еще расскажу немного новостей канала и общие статистические итоги. Итак, давайте приступим. В апреле 2023 года из 30 дней этого месяца не вышивальных было 2, а хотя бы немного вышивать и также заниматься работами в других рукодельных техниках мне удалось в течение 28 дней. Но что касается времени, то здесь повлияло 2 больших обстоятельства. Во-первых, около 2 недель этого месяца выпало по состоянию здоровья, по причине моей болезни в начале апреля. И еще одна неделя была маловышивальной, потому что была у меня одна важная поездка. И если примерно считать время, как я планировала вышивать, около 3 часов в день, то получилось бы 90 часов работы. Но в реальности всего у меня на вышивку и творчество в апреле ушло 77 часов и 45 минут. И это на целых 30 часов меньше, чем в марте, поэтому результаты будут сегодня не такие впечатляющие, как итоги марта. Если вы не смотрели еще итоги марта, то можете это сделать после сегодняшнего видео. Там есть на что посмотреть. Было 22 финиша, сегодня у нас финишей будет только 3. И давайте посмотрим на первую работу. Это вышивка декоративными швами по авторской схеме Натальи Комлевой. Называется этот дизайн «Пасхальное чудо 2». Эту работу я давно планировала выполнить. Нашла я эту схему в группе дизайнера. Называется группа «Вселенная шовчиков юно». В 2020 году была акция за репост одного объявления. И за то, что нужно было держать его на стене 3 дня, можно было получить буклет «Пасхальное чудо», состоящий из двух дизайнов. И вот тот, который вы сейчас видите, это дизайн из буклета номер 2. Номер 1 я тоже планирую вышить когда-нибудь, но начала со второго дизайна. И, кстати, второй он оказался более сложным по технике. Например, его можно выполнять только на основе равномерного переплетения, потому что если бы я выбрала канву, то были бы проколы в середину клеточки, что не всегда удобно, не всегда красиво смотрится. И в целом эта работа хоть и небольшая, но насыщенная различными швами. Размер работы в клеточках 30 на 41, в сантиметрах 6 на 8. При вышивке на 25 каунте. Основа здесь у меня лугана, вот такого темно-синего оттенка. Подбор цветов мой, в ключе просто указано, что можно выбрать любые. Три цвета ниток и два цвета бисера, но я здесь отступила от этого правила. Выбрала три оттенка ниток. Белый у меня DMC 3865 и два голубой и синий, это финка. И один цвет бисера я решила использовать вместо двух. Здесь просто белый жемчужный. Здесь еще, если говорить об этом дизайне, была такая сложность, что не все шовчики в мастер-классе зеркально отражены, поэтому я некоторых для себя перерисовывала вначале перед вышивкой, чтобы не сбиться, потому что многие стежки, например, вот такие беленькие, содержат более 20 стежков каждый, и работа получилась достаточно трудоемкой. Ушло у меня на нее 4 вышивальных дня, хотя общее время работы 2,5 часа. И занималась я этой вышивкой с 10 по 14 апреля 2023 года. И чем еще для меня эта работа примечательна? Во-первых, это одна из немногих пасхальных вышивок, которые мне удалось завершить в 2023 году, хотя в видео о пасхальных планах именно этот дизайн я не показывала. Во-вторых, я очень рада, что завершила эту работу, потому что планировала ей заняться еще 3 года назад. И еще это важная для меня работа, потому что это первые декоративные швы, вышитые мной с октября 2020 года, то есть после продолжительного длиной 2,5 года перерыва, связанного с проблемами со зрением. И для себя я поняла, что в принципе сейчас я могу вышивать работу шовчиками, но вот видите, что 2,5 часа растянулись на 4 дня. Это было достаточно трудоемко и не всегда просто, но продолжу вышивать работы в таких техниках. И дальше у меня осталось и 2 начатых процесса тоже из 2020 года и есть будущие планы. Теперь мы перейдем к самому масштабному итогу апреля. И благодаря тому, что с этим пунктом своего плана я справилась, я считаю этот месяц для себя успешным, несмотря на общее количество финишей, которые получились. Сейчас вы смотрите на обложку набора Риоли с премиум 100.032 «Сладкий аромат». Смотрим мы на обложку, потому что работа вышивалась в подарок и уже ее не только нет у меня, но уже ее нет в России. Мне сегодня утром пришло сообщение от почты, что отправление выпущено таможней. Если вы хотите внимательно познакомиться с этой действительно красивой и интересной работой, то я могу вам посоветовать посмотреть на моем канале отдельное видео о финише. А если вы хотите наблюдать всю историю этого набора, то также я оставлю ссылку в описании на отдельный плейлист, который я создала для работы «Сладкий аромат». Там всего три видео. Первое – обзор набора. Второе – небольшие промежуточные итоги. И третье – уже видео о готовой работе. А также сейчас предлагаю перевести взгляд с обложки на вот такую фотографию. Это фотография финиша. И пока вы ее рассматриваете и планируете посмотреть, если еще не успели этого сделать, подробное видео, где можно работу рассмотреть лучше, потому что это единственная возможность познакомиться с этим моим финишем. Как вы понимаете, раз его нет в итогах месяца, когда работа была завершена, то в итогах года мы тоже не увидимся. И даже до сих пор я еще не уверена, что выйдут у меня именно итоги года на канале. Поэтому, пожалуйста, если вам это важно, напишите, хотели ли бы вы в начале следующего, потому что я никогда не снимаю итоги заранее года, посмотреть на общее такое итоговое видео с парадом работ, понимая, что со многим мы не встретимся, потому что это подарки. А сейчас я расскажу о статистике и самого дизайна, его характеристиках и своей вышивке. Это набор, который стал для меня шестым финишем премиума и вторым премиумом, который я подарила. Размер здесь в крестиках отдельно производитель не указывал, но я посчитала, что это 202 на 167, но, как вы понимаете, при неполной зашивке. Размер в сантиметрах на конве цвая гортоида 14, 40 на 50. Всего здесь 19 цветов ниток. Это мулине анкор, хлопок. И здесь все цвета использованы были только как чистые, но крестик в разное сложение нити. Есть крестики в 3 и в 2 нити. Плюс есть 2 цвета бисера. Покажу еще одну фотографию этой вышивки моей, готовой поближе, чтобы вы могли посмотреть, как здесь сочетаются все стежки. Здесь, кроме крестиков, было 8 видов бэкстича и 2 цвета бисера, но бисер использован не в каждом цветочке. Начала я эту работу еще в марте, 14 числа. Финишем она стала 27 апреля 2023 года. И это моя уже 41-я готовая вышивка от начала года. Всего она у меня заняла 27 вышивальных дней, из которых 16 были в апреле. Общее время вышивки 45,5 часов. В апреле я занималась этим проектом 32 часа, то есть большую часть времени именно в апреле. Но, как вы понимаете, такое время 45,5 часов совсем небольшое для работы. Размером 40 на 50, даже с учетом всей этой неполной зашивки. Спасибо тем, кто уже посмотрел отдельное видео и написал свое впечатление. Многие мне сказали, что это быстрый финиш. В целом я согласна по часам работы, но, конечно же, мне хотелось бы, так как я вышивала раньше до перерыва, выполнить эту работу намного быстрее. То есть реально я могла бы ее вышить и за неделю, и дней за 10, даже более спокойно. Если посчитать, то это было бы около 5 часов в день. Но получилось именно так, как я вам сейчас рассказала. Запомним эту работу, такой, как она есть, и будем ждать, что, возможно, именинница, когда получит посылку, или поделится фотографией со мной, или покажет, как эта работа будет оформлена. Пока я не знаю, будет ли она оформлена и как именно. Мне хотелось бы, чтобы эту работу оформили именно в багет, и она стала картиной. Но если это все случится, то я обязательно расскажу в одном из будущих видео. А сейчас давайте посмотрим на третий, последний финиш апреля. Это совсем небольшая работа, но работа из планов и недавних покупок. Вы могли на канале видеть этот набор. Это Овен с артикулом 1096. Называется работа «Значок Дельфин». Размер здесь совсем крошечный. Это 21 на 21 крестик, или в сантиметрах 4,2 на 4,2. Вот размер в сантиметрах указывает производитель. Я отдельно не измерялась после того, как выполнила работу. Это 14-я пластиковая канва. Четыре цвета ниток ПНК. Крест в две нити и бэкстич в одну нить. Вот такой маленький результат. Но он не просто вышит, но и оформлен. Это будет значок, как мы поняли по названию. И в наборе дается все необходимое для его оформления. Это отрез белого фетра и вот такая булавочка, которую необходимо пришить, чтобы работа получилась не просто вышитой, но уже и прикладным изделием. Эту вышивку я выполнила в последний день месяца, 30 апреля, за 1 час. 45 минут на вышивку и 15 минут на всю сборку. Это моя 42-я готовая вышивка в этом году и первый финиш набора фирмы Овин. Если вы один из постоянных зрителей моего канала, то знаете, что с февраля этого года я вышиваю большую работу фирмы Овин, и она была моим первым стартом по набору этого производителя. Сейчас в части видео, когда мы будем наблюдать результаты в продвижении процессов, мы на нее тоже посмотрим. Но так получилось, что первый старт Овин и первый финиш это у меня два разных набора. В целом, мне кажется, эта фирма достаточно хорошая. Возможно, если в будущем я увижу какой-то сюжет, который мне понравится, я его приобрету. Но пока у меня больше наборов данного производителя нет. Ни в планах, ни в запасах. Итак, на финиш мы посмотрели. Давайте переведем взгляд на все мои активные процессы апреля 2023 года. В апреле было и много стартов, но о том, сколько именно стартов, в каких техниках, эту информацию я вам тоже скажу, но в завершении сегодняшнего видео. А сейчас давайте наблюдать на мои результаты в процессах в хронологическом порядке стартов, так как я учитываю свою вышивку. Кстати, если вы один из новых зрителей, и вам интересна именно эта информация, то на моем канале достаточно давно уже выходило видео о вышивальных записях. Там я этой темы касалась. И тоже постараюсь оставить сегодня в описании ссылки на видео на эти темы. А сейчас мы будем смотреть и на превью, и на мои результаты того, что еще было вышито в апреле, но финишем не стало. Вот такой сюжет Риолис 1087 ирисы по мотивам картины Ван Гога вышивкой с шерстью на 14-й конве. Продвинулась эта работа тоже, но достаточно минимально. Всего плюс 4 вышивальных дня и 4 часа работы. Таким образом, к результату, который вы сейчас наблюдаете, я пришла за 8 часов и 45 минут вышивки. Как раз можно на контрасте сравнить, что за 45,5 часов полностью с нуля до финиша был вышед сладкий аромат, который даже больше по размеру 40 на 50. А здесь полная зашивка и всего лишь размер 30 на 40, но уже практически скоро будет в два раза больше времени, чем на всю ту вышивку. Хотя мне по-прежнему остается здесь вышить два цвета. Вот эти цвета вы можете видеть в иголках, но еще работы не так мало. Посмотрим, станет ли эта работа финишем мая. Но пока могу, предвосхищая видео о планах на май, которое тоже обязательно выйдет на моем канале, сказать, что эта именно работа пока в ближайшие 2, может быть, 3 недели не будет самым основным процессом. Но, как можно видеть, это одна из тех вышивок, которая максимально близка сейчас к своему финишу. Второй процесс, который мы посмотрим, тоже уже близок к завершению, только это проект не вышивальный. Это мое первое ковроткачество. Это вервака «Коврик утенок». Артикул набора PN0145324. Кстати, с этой работой мы на канале уже встречались два раза, но оба раза не в формате полноразмерных видео, а в формате шортс. Для тех, кто не знает, на любом YouTube-канале есть отдельная вкладка «Шортс», на которую загружаются видео длиной до 1 минуты. Это вертикальные видео, но сейчас, как вы понимаете и смотрите сегодня, у меня в последнее время все видео вертикальные. Можно найти много интересного. Редактор «Шортс» позволяет, например, добавлять разнообразную музыку. И у меня, например, в этом месяце вышли три шортса. Один из них касался утенка. То есть всего вы могли посмотреть, если интересуетесь ковроткачеством этой работой, у меня два видео. Одно было посвящено обзору набора, когда я его начинала. Начала эту работу еще в конце января 2023 года. И второй шортс, который вы могли посмотреть в апреле, посвящен процессу техники ковроткачества. Если вам интересно посмотреть, как я занимаюсь этой работой, то вы тоже можете это сделать. Что касается моих продвижений, то было пять дней работы плюс четыре часа. И от старта я занимаюсь этим проектом 32 часа. Мои результаты за апрель. Продвижение с 64 готовых рядов до 75. То есть плюс 11 рядов. Ряды уже сужаются, потому что это коврик круглой формы. Размер у него достаточно большой. 55 сантиметров диаметр. Как вы можете видеть, появились глазки за это время. Такой главный смысловой итог апреля. Но становится работать над этим проектом все сложнее, потому что уже готовая часть очень тянет вниз. И нужно немного переорганизовать мне сейчас работу, чтобы было удобно завершить. И этот коврик, и когда он будет завершен, посмотрим на канале обязательно на отдельное видео о финише. Сейчас мы посмотрим на третий процесс, но чтобы было смотреть на него интереснее, небольшая пауза, я вам покажу превью этой схемы. Но, возможно, вы ее уже узнали, если являетесь постоянным зрителем. Это дизайн по авторской схеме. Лены Элис. Называется он в маминых объятиях. Вот так выглядит превью. Вышиваю эту работу я с февраля 2023 года. Участвую с ней в группе дизайнеров в совместном годовом проекте Вышиваем Элис. И поэтому этот процесс можно назвать одним из основных. Вот так он выглядит сейчас. Мой главный результат месяца это то, что я завершила все крестики с листа номер 6 в схеме. Это правый нижний угол. И почти завершила все крестики с листа номер 5. Вот здесь над прической еще есть несколько крестиков с этого листа, но при этом у меня готовы крестики из третьего листа нижнего ряда. Поэтому по объему можно уже говорить, что два из шести листа, то есть около третьей работы по крестикам у меня завершено. Плюс четыре с половиной часа вышивки за восемь дней. И всего от старта я снимаюсь этим процессом уже 22 часа и 30 минут. Двигаемся дальше. Процесс номер 4 это как раз овен жили-были, который я уже сегодня успела упомянуть. Набор снятый с производства, артикул 849. Вот такой сюжет с пенсионерами за чаем. Работа начата у меня была 20 февраля 2023 года, а сейчас результаты следующие. Вышиваю ее по цветам в пределах всей вышивки. Прибавилось еще несколько желтых оттенков за этот месяц, плюс четыре часа за пять вышивальных дней и всего пока от старта эта работа вышивается четырнадцать с половиной часов. Дальше единственное в сегодняшнем видео вышивка бисером и, к сожалению, работа, которая получила мало внимания, это икона Господь Вседержитель русской искусницы артикул 310. Вот так сейчас выглядит эта работа. Всего здесь около трети, ну, может быть, уже чуть больше, чем треть, но примерно такой результат в процентном выражении и был у меня в прошлом месяце, марте, потому что так сложилось, что в апреле я смогла эту работу повышивать только один раз, плюс один час работы, всего от старта одиннадцать с половиной часов, то есть такой средний результат, который я для себя предполагаю, завершить эту работу примерно за тридцать-тридцать пять часов, я еще укладываюсь, но поскольку эта работа у меня вышивается именно для себя, а если вы смотрели еще одно видео, которое вышло в прошлом месяце о ротации, то понимаете, почему именно так немного времени удалось уделить этой вышивке. Следующий процесс я вам не покажу, покажу только от него коробочку. Это моя мозаика Cubrix Emblem. Это мозаика по фотографии, то есть я выкладываю не ту картинку, которую вы сейчас видите, но она дает примерное представление о характере этой работы и результате. Размер здесь у меня формата А4, 5 цветов бело-серо-черной гамме. Я делаю уже вторую подобную работу. Первая завершена и доступна только на Бусти, на канале я решила ее не показывать. Моя работа и картинка, то, что я сейчас выкладываю, и первые продвижения на Бусти тоже уже вышли отдельным постом. Вы можете его посмотреть, если вам это интересно. Но здесь у меня продвижения тоже в этом процессе за апрель небольшие. Три дня я занималась мозаикой, плюс полтора часа работы, и всего от старта я ее выкладываю только 2 часа 45 минут. Всего работа разбита на 63 больших квадратика, и 14 шестьдесят третьих у меня в работе готовы. А теперь снова вернемся к теме вышивки и посмотрим на процесс апреля номер 7 и посмотрим на превью, потому что это вышивка по авторской схеме. Так, вот такой маяк я начала в апреле. Как раз нам осталось посмотреть все работы, которые стали стартами апреля. Это знакомство с новым для меня дизайнером Викторией Сагдиевой. У нее схема называется просто маяк. Вот так он выглядит. Для себя я его называю немного по-другому, но всю эту историю я вам расскажу в отдельном видео, когда работа будет готова. Также добавлю, что я буду вышивать все, как указано в схеме, нитками Димси по ключу, но в дополнение к задумке дизайнера будет еще кое-что, а именно две надписи. Вы тоже, если смотрели мои результаты прошлого месяца и конца февраля тоже, знаете, что я для себя вышиваю некоторые цитаты, которые мне нравятся, и можете представить стиль, какой будет и здесь сохранен. Что касается характеристик этого маяка, то размер здесь в крестиках 85 на 168, в сантиметрах на 14 конве это будет 15,5 на 30,5, но, как вы можете видеть, вот мои первые результаты и вот такой отрез конвы я выбрала, с учетом моих дополнений размер будет больше, и, кроме того, я оставляю всегда большие припуски, поэтому все-таки не такого размера он будет, как сейчас вы во весь экран видите эту конву, вот такие мои первые результаты, они пока скромные, потому что я успела только начать эту работу, старт состоялся 3 числа, один вышивальный день, и это мои продвижения за первые полчаса вышивки, как я уже сказала, DMC по ключу, здесь будут, конву я выбрала цвай, гартоиду, 14 светло-сиреневого оттенка, и эта схема интересна тем, что преимущественно в крестиках только сам маяк, а фон здесь будет вышиваться полукрестом, но при этом зашивка полная. Двигаемся дальше, следующий старт, об этой работе с обзором набора выходило видео в апреле, как раз эта работа в ближайшее время скорее всего получит большее внимание, но не буду сейчас затрагивать все планы на месяц, это Риолис 1740 танцовщица, но я для себя эту работу чаще буду называть испанка, эта вышивка интересна тем, что здесь будет сочетание материалов, не только нити шерст акрилсофил, которыми часто комплектуются наборы фирмы Риолис, но и Мулине Анкор, которым будут вышиваться такие детали, как кожа, лицо и рука этой танцовщицы. Мои результаты следующие, это тоже первые только продвижения, я рассказывала вам в видео с обзором, что хотела начать эту работу 8 апреля, но так, к сожалению, получилось, что именно 8 числа был полностью не вышивальный день, поэтому в реальности я начала эту работу только на следующий, 9 числа, и результаты, которые вы сейчас видите, это первые 30 минут работы. Переходим к процессу номер 9, это тоже Риолис, недавно приобрела этот набор, он мне нравится настолько сильно, что я решила его начать практически сразу, как купила, это одна из новинок, набор с артикулом 2027 белочка, вышивка здесь на крупной 10 конве Рустика подлен, вот такие мои первые продвижения, старт был 11 апреля 2023 года, и аналогично, как у меня получилось со всеми стартами, это все вышито ровно за 30 минут, размер в крестиках здесь совсем небольшой, будет 80 на 80, но за счет крупного каунта в сантиметрах он средний 20 на 20, всего здесь будет использовано 16 цветов нитей Софи, но если вам интересен именно обзор набора, то небольшое короткое видео об этой девочке тоже на канале уже выходило, теперь мы снова обратимся к электронной помощи и посмотрим на экране на превью следующего старта это у нас авторская схема Юлии Золотовой Москва Сити схема достаточно сложная по характеристикам я сейчас расскажу подробнее, потому что видео о старте этой работы на моем канале не было и скорее всего будет видео отдельное только о финише, поэтому чтобы лучше представлять характер работы я вам расскажу что размер здесь 189х122 крестика в сантиметрах будет при вышивке на дне 28 каунта через две нити то есть что аналогично 14 каунту 34х22 сантиметра здесь DMC 35 чистых цветов и 11 блендов у меня все будет по ключу в схеме 46 различных значков для крестика 10 значков для полукреста 5 видов бэкстича и также в некоторых моментах встречаются 3 четверти крестики и вот мои первые результаты вышиваю я на белом кэшеле с люрексом свайгард 28 каунт начала работу с центра с башни меркурий которая единственная в москве сити вот такого яркого оранжевого оттенка буду рассказывать подробнее об этой работе когда она станет финишем немного расскажу о самом этом архитектурном сооружении расскажу почему оно мне нравится а то что вы видите вышито за 30 минут работы в мой день рождения решила начать эту работу то есть 12 апреля 2023 года давайте посмотрим на следующую работу это будет 12 процесс но последний из крестиков а 11 процесс по хронологии я вам покажу чуть-чуть позже потому что это работа не вышивка итак об этом наборе если вам интересен подробный обзор вышло тоже отдельное видео в апреле это достаточно новый сюжет золотое руно из музейной коллекции с артикулом мк 073 голова ангела по мотивам картины леонардо да винчи сюжет монохромный достаточно большой в крестиках я посчитала что это будет 250 на 166 в сантиметрах производитель указывает 38,5 на 25,5 это вышивка на 16 каунте и здесь всего 10 различных цветов но значков в схеме больше 15 9 чистых шейк блендов вот такие мои первые результаты я в видео с обзором говорила вам что начну эту работу в особый день 15 апреля потому что это день рождения геонардо да винчи тогда я еще сомневалась начать мне с центра или с правого нижнего угла поэтому даже решила немного разметить от центра как тоже говорила в видео с обзором хотя обычно я этого не делаю в итоге я решила все-таки от центра отсчитать вниз и все что вы видите вышито одним цветом здесь уже мне удалось уделить побольше внимания работе это вышито не за 30 минут а за один час 15 апреля 2023 года и вот с такой стартовой позиции эта вышивка стала одним из моих процессов теперь давайте покажу вам что я начала чуть пораньше на один день 14 апреля 2023 года я решила попробовать впервые технику валяния и был у меня вот такой набор черивны мыть набор для валяния с артикулом в 135 для того чтобы создать фигурку хомяка натана размер вы видите получится совсем небольшой 11,5 на 8,5 скажу немного про этот набор если может быть кто-то тоже думал о том попробовать мне показалось что здесь хорошие комплектующие здесь указано что шерсть из Новой Зеландии и здесь также даны две бусинки для глаз здесь будут использованы даны с запасом 3 и отрез проволоки для того чтобы создать передние лапки хомячка я только успела познакомиться с этой техникой инструкция здесь есть но она на мой взгляд не подробная поэтому для того чтобы понять насколько правильно я выполняю эту работу я смотрела на ютубе просто по поиску видео с мастер классом о том как выполняется работа в технике сухого валяния именно такая техника здесь подразумевается потому что еще бывает мокрое валяние но это совсем другой вид творчества его я пока для себя в ближайшее время не планирую осваивать но с учетом времени которое у меня было свободное в тот день с учетом изучения инструкции просмотра мастер-классов на саму работу у меня осталось только 15 минут но за это время у меня получился вот такой результат это фигурка уже у нас начата это будет деталь тела первый пункт в инструкции который необходимо было создать если вы давно занимаетесь валянием возможно вам покажется что результат у меня совсем не очень я пока не знаю как оценить этот результат но мне понравилось выполнять валяние мне кажется что примерно я поняла как нужно это делать поэтому эту работу я тоже обязательно продолжу и в целом по ощущениям эта техника мне показалась более понятной чем что я пыталась в прошлом месяце нового для себя попробовать бисероплетения там пока результаты более печальные к бисероплетению я точно в мае в ближайшее время возвращаться не буду а вот валяние продолжать я планирую и теперь осталось рассказать еще немного статистической информации этого месяца в апреле у меня конечно же какие-то работы не вышивались неактивными процессами апреля стали все те которые являются неактивными уже давно это был 21 процесс и плюс к ним добавилось еще два новых их вы могли смотреть на канале в итогах марта как два старта это милхилл джимшор цыпленок аква чик и работа по мотивам фрески микеланджело the creation ланарте то есть всего у меня сейчас 12 активных процессов месяца плюс 23 неактивных начато на 1 мая 2023 35 работ это действительно много во-первых это рекордно много для меня потому что раньше даже когда я одновременно участвовала в месяц в 40 совместных проектах у меня не было никогда больше 30 начатых работ но в целом мне сейчас кажется это нормальным для себя я не расстраиваюсь потому что жизнь показала что несмотря ни на что я могу все завершить что мне нравится и от одного из начатых работ начатых проектов ни от одной из работ я не отказываюсь если вы хотите вспомнить какие работы в этом списке то вы можете это сделать если обратитесь на моем канале к видео которое называется вышивальные итоги 2019 года часть 2 процессы там можно на них на все почти посмотреть потому что большинство из них и в 2020 году еще перед вышивальным перерывом продвигались незначительно то есть примерно их состояние соответствует тому что я показывала в итогах 2019 и сейчас еще расскажу о стартах апреля их тоже было достаточно много всего 8 из них 2 стали финишами и 6 пополнили список процессов а что касается общего времени которое я вам уже называла в начале 77 часов 45 минут это время распределилось у меня между финишами и продвижениями процессов как 35 с половиной часов на финише и 22 часа 15 минут на все 12 процессов 6 таким был мой вышивальный апрель 2023 года и в самом конце еще поделюсь итогами моего канала в апреля в апреле вышло 12 видео 3 формате шортс из них я об одном вам уже рассказала это ковраткачество процесс работы одно было не вышивальное видео и еще одно интересное выходило уже в конце месяца там сейчас немного просмотров поэтому скорее всего вы его еще не посмотрели там я показала одну из своих давно вышитых и любимых работ на моем канале представлены очень мало из всего того что я вышила сейчас у меня 742 готовые вышивки за чуть больше 13 лет и вот я вышивала одну очень красивую серию наборов риоли с города мира всего там 8 сюжетов у меня они все готовы все были вышиты давно с 2013 по 2017 год то есть до существования моего канала я долго думала какое именно видео о них снять но скорее всего я вам их буду показывать постепенно и в разных форматах и вот первый город который я решила показать это Берлин Берлин вышел в формате шорц видео длиной около минуты и там можно посмотреть на вышивку и послушать песню которая тоже посвящена Берлину и поскольку такое удачное сочетание музыки и вышивки я недавно для себя нашла то поделилась таким шорцем а что касается более длительных обычных видео которые загружаются на канал в обычную вкладку видео то таких вышло в апреле 9 что тоже достаточно немало там были и обзоры наборов и вот видео о ротации по которому вы можете составить представление о том что нас ждет в ближайшее время до середины лета также было видео с вышивальными покупками и подарками апреля оно как раз завершило этот месяц и конечно же выходили традиционные видео для этого года на моем канале это итоги месяца марта и итоги точнее планы на апрель вот итоги мы смотрим сегодня что касается ближайших планов на видео то следующем после сегодняшнего точно появятся планы на май дальше пока четких рамок я для себя не ставлю но в больших процессах я думаю снимать некоторые промежуточные результаты в маленьких о каких-то работах будет финишное видео отдельное каких-то нет поэтому если вы интересуетесь особо каким-то процессом который сейчас начат или после того как посмотрите планы заинтересуетесь каким-то будущим стартом то не забывайте о возможности делиться своим мнением впечатлениями и пожеланиями в комментариях я обязательно это все прочитаю всем отвечу и постараюсь по возможности ваши пожелания учесть когда буду планировать следующие съемки спасибо всем кто сегодня был со мной посмотрел это видео и сделал это до конца если вы новый зритель и смотрите канал без подписки не забывайте о возможности подписаться чтобы не пропускать следующие видео и до скорых новых встреч всем пока